Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео я с вами хочу поделиться, как расклеить блузы на запах. Если вам это интересно, то оставайтесь смотреть это видео до конца. Первое, что нам необходимо, это понять, какие у нас будут основные детали. Это у нас будет полочка, спинка, рукав, пояс. И по желанию вы можете сделать себе манжету на завязках. Либо же просто манжету. Все зависит от вашего вкуса и от вашего дизайна блузы. Вот так вот это у нас все будет выглядеть. Полочка две детали, спинка одна деталь, рукав у нас две детали, пояс две детали, при этом у нас есть сгиб. И манжета тоже на завязках и тоже со сгибом. Пояс сделайте такой, какой вы хотите. Все зависит от обхвата талии, все зависит от вашего размера одежды. Поэтому пояс берите такой, какой вам необходимо по длине. В моем случае у меня два пояса шли по 90 сантиметров. И манжета. Манжета у меня идет тоже длинная на завязках. Манжету я выкраивала, честно говоря, из остатков ткани. Поэтому смотрите то же самое. Сколько у вас там останется остаток ткани. По желанию, по дизайну точно так же выбирайте и смотрите. Откуда вам взять лекало, да? Лекало вы можете, первое, это снять с вашей готовой одежды. Второе, вы можете построить по системе Любокс. У меня есть видео на эту тему, как построить основу для плечевых изделий. И третий вариант, это вы можете, конечно, взять из бурды готовую лекало, готовую выкройку. И по ним уже работать и моделировать. Это наша полочка. Здесь она у нас нарисована в развороте. И для того, чтобы нам выкроить блузу, нам, по сути дела, и необходима полочка в развороте. Итак, сейчас мы приступаем. Мы должны от нашей проймы, либо же от плечевой точки отметить наш уровень талии. От вот этой точки, боковой, я вот сюда вниз откладываю 18 сантиметров. На этом уровне у меня находится моя талия. От этих 18 сантиметров я еще вот сюда вниз откладываю 3 сантиметра. Для чего я это делаю? Чтобы потом в это отверстие у меня вошел мой пояс. От нашей точки, которая идет возле горловины, мы берем и произвольно проводим вот так вот линию. Вы сами должны понять, какую глубину вот этой линии вы хотите. Вы сделаете первый раз контрольную линию и от нее уже смотрите, хотите ли вы ее углубить или нет. Если вы ее хотите углубить, то давайте немножко срежем вот эту линию плеча. И мы углубим тем самым нашу линию. Тем самым мы проведем новую линию. Срежем из нашего плеча 2 сантиметра. Вот сюда вниз тоже отпустим 2 сантиметра. И получается, соединим мы эти точки. С этой стороны мы проводим точно так же. 2 сантиметра сюда. Проводим сюда, делаем надсечку. И соединяем нашу линию. Наша полочка с вами уже готова. Это у нас с вами идет первая деталька наша с проймой. И вторая деталька идет точно так же. Вот крест-накрест получается. Вот так вот выглядит сама моя блузка. Получается, здесь у меня идет нахлест друг на друга. Здесь я дублировала вот эту нижнюю вставку, потому что мне не хватало ткани. Я ее, получается, дополнительно вот выкраивала и вот сюда вот притачивала. А также, ну вот вы видите, да, то, что очень много как бы слоников на ткани. И если вот я вам просто наглядно покажу, если убрать вот эту вот синюю полоску, вот таким вот образом, да, оставить, то вот это вот место, оно все так сливается. И при этом нет вот этой вот четкой линии определения, да, где у нас идет вот этот нахлест. И мне как-то охота было, знаете, оттенить ее. И я из маленького кусочка, остатка, вот буквально вот все, что здесь есть, это и есть вот этот остаток ткани. Я вот выкроила вот такую вот полосу. И вот сюда я ее притачивала от края, я отступала совсем немножечко, буквально вот 1-2 мм. И вот здесь у меня обработана с изнанки, вот таким вот образом она выглядит. Получается, вверху у меня идет край. Здесь у меня два шва внутри находятся. А здесь вот просто я настрочила. Получается, на двух моих боковых швах есть вот такие вот дырочки. Они у меня 3 см. Обычный вточной рукав, он у меня идет 3 четверти. К ней притачала вот такую вот полоску, можно назвать это двойной манжетой тоже. И получается, вот эта манжета у меня вот завязывается на вот такие вот узелочки. Немножко они, конечно, удлиненные у меня. Для чего я так сделала? Ну, чтобы вот гармонично смотрелось с основным поиском. Ну, и какого-то, знаете, какой-то изюминки хотелось к этой рубашке. И при этом уже на протяжении второго этого сезона очень модно, когда на рукавах какие-то вот такие вот бантики навязаны на кофтах, на свитерах. Смотрите, перед тем, как я стачивала боковые свои швы, я их заранее обметала, так как потом мне было бы тяжело оставить вот эту свою дырочку. Ну, потому что, если бы я стачала вот эти два шва и обметала бы их, а здесь я бы тоже стачала и обметала, то вот здесь такой бы некрасивый бы кусок оставался. Поэтому заранее надо было вот это все обточать, чтобы появилась такая вот дырочка. Ну, все швы я просто обметывала, застрачивала. Ну, прям какой-то такой суперской обработки, конечно, нету. Все очень просто, легко. Вот горловину на спинке я обработала московским швом. Я в два раза подогнула, получается, и прострочила. Когда ткани вот такие легкие, то можно вот использовать вот этот двойной шов, как бы московский шов. Да, вот у меня получилась блузочка. Осталась я ей очень довольна. Очень она мне прям понравилась. Надеюсь, что вы кто-нибудь попробуете и тоже сошьете себе подобную блузку. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я приглашаю вас подписаться, стать частью моего канала, моего контента. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня мощным лайком. Мне будет очень приятно почитать ваши комментарии. Пробовали вы уже сшить себе какие-то вещи. Может быть, такую же блузку на зубах, так же, как и у меня. Поэтому пишите, комментируйте. Мне очень приятно будет. Всем хорошего настроения и всем пока-пока.